Пожары в Великой Мусте, к счастью, происходят далеко не каждый день. Впрочем, для огнеборцев это не повод для того, чтобы расставиться в ожидании вызова. Ведь загореться может что угодно и когда угодно, и человеку, который исходит своей жизнью, входя в огонь, необходимо быть всегда наготове. Каждый раз выходя на смену, в первую очередь пожарный проверяет свой дыхательный аппарат. Благодаря этому прибору человек может дышать там, где задохнулось бы большинство живых существ. Впрочем, маска и баллон это далеко не все снижение. В общей сложности вместе со всем оборудованием идет где-то 30-50 килограмм. Если весь, все оборудование, это значит боевая одежда, топор, перчатки, карабин. Даже если мы идем на возвышенность, как бы там, ну, здание в каком-то сложном, то у нас еще и веревка с собой, лом идет с нами. Мы как бы все с собой несем и все с собой берем. Все это любой пожарный должен уметь надевать максимально быстро и правильно. По готовности в полном амунировании отделение из пяти человек отправляется на развод, где каждую смену проверяется не только состояние снаряжения, но и самого пожарного. Можно уехать на целые сутки, и можно вообще сутки не вернуться сюда, и чтобы хотя бы на внешний вид он был в нормальном состоянии. То есть никаких симптомов болезни? Никаких симптомов болезни, и тем более там никаких запахов алкоголя, ничего не было. То есть пожарный идет, погодный, а по собой пожарный? Конечно, конечно, если ты еще больной, то спасать больных дай. Чтобы держать себя в форме, пожарным требуются постоянные тренировки. Их разновидностей великое множество. Например, как можно быстрее подогнать спецавтомобиль к гидранту, развернуть рукава и потушить пламя, находящееся за много метров от огнеборцев. Или забраться на третий этаж здания по лестнице, высота которой доходит лишь до второго. Пожарные низы носят с собой длинные матки веревки и учатся вязать сложные узлы. С их помощью они не только могут спускаться с высоты, но и взять с собой тех, кто сам не сумел выбраться из огня. Двойная спасательная веревка. Вяжется, получается, три конца. Это одевается на ноги пострадавшего, это на голову. Закрепляется за пожарный карабин и спускаем пострадавшего. После шести вечера для пожарных наступает время физической подготовки. Для этого в части обустроен спортзал с тренеджерами, которые охотно пользуются большинством сотрудников. Обычно такие тренировки длятся около двух часов. А есть ли какие-то специальные спортивные упражнения для пожарных? Есть комплексы, но это значит, что включено. Отжимания, подтягивания, пресс, присед и прыжки. Впрочем, не только здоровое тело необходимо пожарному, но и острый ум. Поэтому в течение смены выделено время и на обучение. Как работает спецтехника, как тушить разные виды возгораний и спасать людей. Где в великом усюге можно найти воду и какие в этом году изменения в законодательстве. Новички постигают азы, а ветераны повторяют пройденное. Очень много тем у нас. 15 тем вроде всего, да. И в течение года они все проходят эти темы. Ну, как бы одно и то же в течение года все. Ну, как бы каждый год они повторяются, но что-то добавляется новое, какие-то новшества. У нас же не стоит на месте, прогресс постоянно идет. Экзамены какие-то есть? Да, ежеквартально проводятся экзамены. Две последние смены в квартал. Рабочий день пожарного выглядит размеренным и упорядоченным. Но как только диспетчеру на пульт поступает вызов, и на том конце провода кто-то из устюжан сообщает о возгорании, все меняется. Огнебросы откладывают свои дела и оперативно отправляются на помощь землякам. В пятницу 30 апреля в честь пожарных Великого Услуга состоялся праздностный концерт. Об этом мы расскажем в следующем выпуске. Максим Катович Снаголиков, Телеканал Русский Север.